Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Беспроводные наушники стали уже достаточно популярны за последние пару лет. И тут, конечно, моду на них ввела так называемая яблочная компания Apple. Это никто не отрицает. Да, они не были, разумеется, первыми, но они ввели моду на так называемые макароны. И многие компании не то что копируют, но делают их в похожем форм-факторе так называемом. Я приобрел себе на Алиэкспресс старшую модель с версией с индексом Pro AirPods. Именно по той причине, что здесь есть шумоподавление. Забегая вперед, скажу, что оно практически не работает. Считайте, что его здесь нет. Здесь есть все-таки некая защита от воды. И ради интереса я один наушник погрузил, рискнул, погрузил полностью под воду ненадолго, секунд, наверное, на 10. Он выдержал и работал совершенно без проблем. И, конечно, удобно то, что эти наушники заряжаешь в кейсе. Сами они работают по заявлению производителя до 3 часов воспроизведения музыки. Они нас обманывают, они работают больше, как ни странно. Я ожидал меньшего результата, но, опять же, автономность оказалась выше. Я слушал практически на полную мощность. Я слушал аудиокнигу. Я сделал скриншот на телефоне со временем и скриншот отображения процентного заряда этих наушников на телефоне. Он, разумеется, отображается. И я практически не вынимал их из ушей. У меня получилось было 3 часа 10 минут. Наушники показывали 20 процентов. То есть это очень хороший результат. Отмечу, что я играл в игры PUBG Mobile, смотрел видео на YouTube, слушал музыку и слушал аудиокнигу. Результат реально очень хороший. Сначала разберем их внешний вид, удобство конструкции, а после поговорим о звуке. Так вот, все очень просто. Наушники, это такое слово есть, кредл или домик для наушников, можно его назвать. Маленькая аккуратная коробочка. Здесь они, разумеется, подзаряжаются. Опять же, по заверению Xiaomi, до 10 часов могут заряжаться еще в этом кредле. 10 часов музыки. То есть, грубо говоря, 3 раза еще, как минимум, мы их зарядим. Так вот, открываем коробочку. Заряжается она, кстати, через Type-C, что похвально Type-C, уже вроде как состоявшийся разъем. На правой стороне есть одна единственная кнопка. Когда мы открываем крышку и нажимаем эту кнопку, то тогда мы можем сделать сопряжение с нашим телефоном, ну или с чем-то вы будете использовать эти наушники. То есть, нажимаем, ждем, когда индикатор начнет мигать и выбираем на телефоне, подсоединяем наши наушники. Я пробовал их вытаскивать по-разному. И сбоку, и отсюда. Косяк. По крайней мере, может, пальцы у меня такие. Ну, мне неудобно. И я постоянно, когда их вытаскиваю, я думаю, как бы они у меня не упали. Вытаскивать неудобно. И не из-за того, что они скользкие. Материал это пластик, конечно, прочный. Напоминает, не знаю, что он напоминает. Какой-то такой, типа слоновой кость он выглядит. Но неудобно лично мне их вытаскивать. Совсем неудобно. Ладно, это проехали. Не столь и важно, но все-таки. Посадка наушников. Знаете, разумеется, когда мы их поставили в наши уши, они с телефоном соединяются. Ну, при условии, что там Bluetooth включен, все. Раздается мелодичный сигнал, подсоединили. Управление осуществляется очень просто. Либо двойной тап, либо длительное нажатие, либо короткое. То есть громкости на них, например, нет. Можно ответить на звонок, отклонить вызов. Отклонить, кстати, не пробовал, но отвечать точно можно. Можно два раза тапнуть, соответственно, и удерживая, включается шумоподавление, удерживая левый наушник. Я в метро даже пробовал, специально спустился, проверил. Нифига оно не работает. С другой стороны, можно слушать даже аудиокниги или музыку. Изоляция какая-никакая все-таки есть. Но вот специально такого шумоподавления здесь, как такового, нет. Длительное нажатие запускает Google, ну или на Apple, соответственно, Siri. Это удобно, потому что громкость вы с них не сделаете, и вы в глазах окружающих будете таким странным человеком, когда вы тапнете и скажете «Громкость выше». У меня, кстати, не работает. Не знаю почему, я пытался сказать «Громкость 70%, громкость 80%». У меня либо громкость выше, громкость ниже. Разговариваешь через наушники, и тогда у тебя помощник твой сделает громкость выше или ниже. По качеству разговора, речи, передачи все отлично. Здесь в каждом из наушников микрофон с шумоподавлением. Это, конечно, здорово. Слышно хорошо. То есть я слышу, разумеется, хорошо, и собеседник меня слышит хорошо. Фильмы смотреть вполне комфортно, а вот игра PUBG Mobile, например, какая-то задержка небольшая. Вот когда идешь по дому, и шаги через полсекунды, через секунду раздаются на других бесплатных наушников, я такого не слышал. Версия Bluetooth 4, 4.2, кстати. Качество звука. О нем сейчас подробно расскажу. Единственное, еще отмечу по важному параметру, как они сидят в ушах. Ну, кто-то называет макаронами, кто-то, извиняюсь за грубость, соплями. Мне эти выражения не нравятся, но макароны, наверное, действительно что-то в этом есть. Наушники большие. Из правого уха один у меня периодически вылетает, выскакивает. Это я. Может быть, у вас таких проблем не будет. В левом лежит, сидит как в литой. Можно двигаться достаточно активно, тоже не выпадает. В общем, один из правого уха наушник у меня периодически выпадает. Левый – отлично все. Уши не устают. Напомню, что я слушал почти без перерыва больше трех часов. На одном заряде совершенно дискомфорта никакого нет. И самая главная моя претензия к этим наушникам. Я, конечно, пожалел, что я их купил. Качество звука. Слушал я с чем? Слушал с Xiaomi Mi Mix 2S, которым я сейчас пользуюсь. И слушал с Huawei Mate 20. Обычный, не Pro, которым я тоже сейчас пользуюсь. Вот два телефона. Без разницы. Качество звука для аудиокниг подходит, для игр подходит. Но насладиться музыкой у меня не получилось. Баса не хватает катастрофически. Какой-то глубины звуковой картины они не выстраивают. Хороший стереоэффект. Хорошие… Я не могу назвать, что здесь даже хорошие высокие частоты. Средние, наверное, нормальные. Может быть, я излишне требовательный. Но не так давно я делал на канале обзор наушников. Фирмы, которые я вообще не знаю. Они другого форм-фактора. Блин, они звучали реально классно. Я их одевал. Я наслаждался звуком. Мне это вызвало удивление, что Bluetooth наушники вставные могут так звучать. Эти звучат не очень хорошо. Недостаток баса и нет живости музыки, если можно выразить своими словами. Поэтому пользоваться ими я точно не буду. Я куплю, скорее всего, младшую версию и посмотрю, что там. Возможно, будет интереснее. Еще мне очень понравилась фишка, когда хоть один, хоть сразу два наушника вытаскиваешь из ушей, то музыка, либо фильм, либо YouTube ставится на паузу. Правда, чтобы продолжить, нужно нажать, опять же, кнопку на наушниках. Но все равно это удобно. И, конечно, когда мы их ставим в кредл, то они заряжаются и, соответственно, не играют. И наоборот, когда мы открываем крышку, достаем наушники, при включении Bluetooth, наушники сразу подсоединяются. Очень удобно. Те, кто пользуется такими наушниками, отпишите свой короткий отзыв, понравились они вам или нет. Итог. Удобно то, что есть кредл до 10 часов зарядка. Удобно то, что они, конечно, беспроводные. Достаточно долго работают от одного заряда. Три часа это многим людям хватит. Единственное, кстати, когда было 40%, периодически они что-то напоминали по-китайски. Китайский женский голос периодически вас будет уведомлять о чем-то. О входящем звонке, о смене режима и так далее. В целом, за свои деньги обошлись они мне 86 долларов. Сейчас они стоят дешевле. Пришли за рекордное количество. Вообще, пришли, по-моему, дней за 8. Это очень быстро. Обычно из Китая в Москву так быстро ничего не приходит. В общем, думайте сами, покупайте или нет. Мой отзыв о них такой. И я, если честно, немножко разочаровываю. Поэтому вот на этом все. Счастливо. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид.